Здравствуйте, товарищи студенты! С вами Иван Пателицын. Сегодня мы создадим репозиторий, сделаем первые коммиты и попереключаем хэд между ними. Поехали! Мы установили гид и нашли терминал. Для того, чтобы увидеть скрытую папку .git, вам нужно включить в вашей операционной системе отображение скрытых файлов и папок. Инициализируем репозиторий. Для этого создадим обычную папку в любом месте файловой системы. Запустим командную строку из этой папки и введем команду git init. В нашей папке появилась обещанная скрытая папка .git. В нее можно зайти и полазить по папкам, но обычно этим никто не занимается. Во-первых, потому что это не нужно, а во-вторых, потому что случайные ручные изменения могут поломать историю репозитория. Добавим в репозиторий текстовый файл с именем здравствумир.txt. Файлы будем называть стилем kebab, разделяя слова дефисом и используя только строчные буквы. Рекомендуем на наших занятиях использовать именно такой стиль. Откроем файл в любом текстовом редакторе. Не забудем заменить кодировку на универсальную utf-8 и напишем в файле текст здравствуй мир. Сохраним и закроем файл. Проверим статус репозитория командой git status. По умолчанию git выводит не азкие символы в виде их кодов. Чтобы избежать нечитаемых строк, установите флаг quote path глобальных настройок ядра git в значение off. После этого git начнет пользоваться русскими буквами по-человечески. В нашем репозитории появились неотслеживаемые изменения. Сообщим git, что мы хотим добавить эти изменения в следующий коммит командой git add. Начнем писать название файла и нажмем tab. Командная строка автоматически заполнит нам оставшийся символ. Проверим статус репозитория. Неотслеживаемых изменений нет. Наш репозиторий готов к первому коммиту. Не будем тянуть и наберем команду git commit. Откроется редактор vim, который работает в командной строке и тоже не очень дружит с русскими символами. Подружим с ними всю командную строку и vim в том числе. Для этого выйдем из vim, нажав двоеточеку восклицательный знак. Выйти без сохранения. Процесс коммита оборвется, потому что мы не сохранили сообщение. Создайте переменную среды lc-all и присвоите ей значение c.utf-8. Еще раз вызовите команду git. Перейдите в режим редактирования, нажав i. Введите сообщение коммита, например, добавил первый файл. Выйдите из режима редактирования, нажав escape. Введите двоеточие wq, сохранить и выйти. Бум! Вы только что сделали свой первый коммит. В основную ветку мастер. Добавили в репозиторий один файл с одной строчкой. Поздравляю! Я намеренно внес русские буквы в название и содержимое файла, чтобы явно показать, что у git нет ограничений на использование кириллицы. Поэтому смело используйте тот язык, который для вас удобнее. Проверим историю репозитория командой git log. Head указывает на последний и единственный коммит ветки мастер. Проверим статус репозитория. Мы находимся в ветке мастер, незакомиченных изменений нет. Давайте внесем и сделаем еще один коммит. Скопируем и переименуем наш единственный файл. Изменим содержимое файла. Проверим статус репозитория. Подготовим новый файл к коммиту и сделаем коммит. В этот раз, чтобы не морочиться с vim, используем флаг defis m, после которого добавим сообщение коммита. Проверим историю. Теперь в нашем репозитории целых два коммита. Идеальное число, чтобы попереключать историю репозитория. Попереключать, попереключать, попереключать. Давайте проверим самую первую зафиксированную версию нашего репозитория. Для этого вызовем команду git checkout и передадим ей аргументом хэш первого коммита. Гид сообщает нам, что наш хэд указывает не на последний коммит ветки и предлагает либо не вносить изменений, либо создать в этом месте новую ветку. О ветках мы поговорим в следующем видео, а сейчас обратим внимание на содержимое нашего репозитория. Из него исчез файл helloWorld.txt, что соответствует состоянию репозитория на момент первого коммита. Проверим, восстановится ли этот файл, если мы переключим хэд на второй коммит. Гид checkout и хэш последнего коммита. Бум! Файл на месте. Это ли не чудо? Единственное, хэд теперь указывает не на ветку мастер, а на ее последний коммит. Состояние репозитория при этом одинаковое, но гид не сможет сделать следующий коммит, если не переключить хэд именно на ветку. Для этого наберем команду git checkout и аргументом передадим имя ветки мастер. Проверяем лог. Успех! Мы готовы к новым коммитам, но о них в следующем видео. Не прощаемся.